Всем привет! Меня зовут Саша и в сегодняшнем видео мы с вами разберемся с новой коллекцией от Vivienne Sabo. Но и перед тем, как начать, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить лайки, а также комментировать это видео. Плюс у меня есть инстаграм, где я также делюсь полезным бьюти-контентом. Итак, давайте оценивать новую коллекцию Vivienne Sabo. Я ее открыла у себя на телефоне и буду с вами смотреть, оценивать, потому что я купила не всю коллекцию. Как раз таки хочу объяснить почему. Здесь первый блеск для губ, он называется Fleur de Salie. Наверное так. В общем, это такой вот блеск и спойлер я его купила, он стоит без скидки 400 рублей. Здесь два оттенка, прозрачный с бабочками с красными и прозрачный с бабочками с желтыми. Я взяла с желтыми, потому что мне нравится больше с желтыми. Но, собственно, зачем два покупать, если они, в принципе, я думаю, одинаковые. Дальше у нас идет фломастер для бровей. Он называется Fleur de Salie. Ну, они все так называются. Это вся эта коллекция без скидки. Он стоит 500 рублей со скидкой 555. Здесь два оттенка. Светло-коричневый для блондинок и темно-коричневый для брюнеток. Два оттенка. Во-первых, это очень мало. Во-вторых, это не тот продукт, которым я хочу, вернее, который мне нужен, потому что мне нравится этот Катрис фломастер. И он дешевле, чем вот этот. Поэтому я решила не останавливаться на нем и решила его пропустить. Далее идет интересный продукт. Это румяна. Они также из этой же коллекции. Очень, во-первых, эстетичные упаковки. Такой желтый цвет. Мне он нравится. Он как раз-таки... У нас же желтый цвет этого года. И, собственно, коллекция тоже вся в желтом. Она прям такая вот супер эстетичная. Вся такая с цветочками. В общем, упаковки действительно меня прям покорили. Особенно у блеска где-то. Ну, в общем, мы потом с вами там посмотрим. И здесь мы видим, опять же, два оттенка. Румян, нежно-розовый и персиковый. Угадайте, какой я взяла? Вот пока подумайте. Перед тем, как я вам покажу его. Далее у нас здесь идут палетки теней. Здесь две палетки теней. Одна бежево-золотистые оттенки и другая бежево-фиолетовые оттенки. Ну, как бы тут вообще нет фиолетовых. Стоит палетка 560 рублей без скидки. По скидке 504, если у вас максимальная карта. Это мы все смотрим в золотом яблоке. Я взяла одну палетку. Но, опять же, эти палетки, вот сразу хочется сказать, что они не самостоятельные. Хочется сразу взять две, потому что и там есть классные оттенки, и тут есть классные оттенки. К примеру, вот в 01 палетке здесь мы видим вообще... Тут всего лишь одна фотография, что ли? Блин, тут только одна фотография. В любом случае, мы здесь видим два шиммера. Один как бы в складку или для затемнения, и один транзит, но он настолько светлый, и непонятно, зачем он нужен. Но, если мы посмотрим на вторую оттенку, у нас здесь, на вторую палетку, у нас здесь и переходной матовый есть, и посветлее шиммеры, и такие вот акцентные шиммеры. То есть, если его две покупать сразу, то это полноценный такой макияж. Можно сделать красивый, ну а по отдельности они на самом деле... Только вот я, к примеру, купила одну из них, чтобы дополнить свою коллекцию, потому что оттенки есть некоторые интересные. Но как самостоятельные палетки, я вообще их не могу рассматривать, если честно. И последний продукт, это вообще палетка для лица. Стоит она 686 рублей, и 616 рублей, если у вас есть максимальная карта в золотом яблоке. Здесь есть три продукта. Бронзер, как я понимаю, или скульптор. Два хайлайтера. На самом деле, очень странные продукты. Какой-то слишком темный хайлайтер, светлый хайлайтер и бронзер. Ну то есть, не очень понятный продукт, и вообще мне такой продукт не хотелось иметь в коллекции. В итоге мы имеем, собственно, пять продуктов, и у каждого продукта, кроме палетки, есть по два оттенка. Ну, собственно, здесь есть какой-то смысл, в плане, что сама коллекция смотрится, в принципе, гармонично. Вся эта тематика летняя, она так просматривается, все очень так свежо, красиво, мило. Но, опять же, не все продукты, в принципе, самостоятельные. Но я все-таки снимаю это видео, значит, я что-то прикупила, и сейчас покажу вам, что. Первое, что 100% я решила, что я возьму. Конечно же, куда я без блесков для губ? Я взяла вот такой блеск для губ. Он называется флёр... Ну, блин, вся эта коллекция так и называется. Флёр де соли. Я надеюсь, что я правильно это произношу. И здесь, посмотрите, здесь бабочки внутри. Здесь внутри бабочки я ему уже попользовалась, если честно. И у него такой аромат очень, сказать, как бы сказать так, очень лимонадный. Действительно, прям пахнет, как лимонад. И мне нравится, здесь есть прям активные маленькие блёсточки внутри. И сразу на возёку, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Это прям так освежает губы, это выглядит очень красиво. Они не выбеливаются, они прям так хорошо, красиво сияют, особенно на солнышке. Что вы хотите спросить у меня про этих бабочек? У меня пока не получилось их вытащить. Но опять же, здесь образуются постоянно пузырьки. Не знаю, насколько это гигиенично, насколько это вообще норм. Но пока что мне очень нравится эта упаковка. И даже жёлтый, я не самая большая фонетка прям жёлтого, такого яркого оттенка. Но всё равно это очень смотрится эстетично и гармонично. Всякие ромашки здесь также нарисованы. И здесь у нас 4,5 мл оттенка. И, собственно, 12 месяцев может быть открытым. Но у меня, конечно, всё это будет открыто намного дольше. Мне нравятся ощущения на губах. Я просто его уже носила, поэтому могу сразу вам сказать вывод. Он не залипает, он очень комфортный на губах, он не быстро сходит. Понятно, если вы что-то там поедите, попьёте, он так или иначе будет не целый у вас на губах. Но, тем не менее, если его повторить, это будет так красиво. И, в принципе, это очень сочно смотрится на губах. Так что этот продукт мне уже очень нравится. Он прям зачётный. Идём дальше. И здесь я ещё взяла вот такую палетку теней. Она... это вторая, получается, палетка. Здесь я взяла просто потому, что интересные оттенки. Мы с вами сейчас её вблизи будем сводчить. Особенно больше всего меня привлёк вот этот вот прям синий оттенок и розовый шиммер. Вот это я уже посмотрела. Он больше как спаркл. И такой вот холодно-растушёвочный оттенок. В 01 палетке мне один оттенок просто, я не знаю, не даёт спать. Такой вот дохром. Он получается рыже-жёлтый. Но я решила, нет, я не буду из-за одного оттенка брать всю палетку. А вот эта палетка, она достаточно интересная, не самая типичная. И как бы разбавить свою коллекцию я взяла, мне она нравится. И я придумала уже, какой полноценный макияж можно делать с этой палеткой. И последнее, что я взяла, это вот такие румяна. Ага, кремовые румяна. И я что-то странное, но на самом деле мне действительно хотелось попробовать вот эти румяна. Опять же, здесь просто такая эстетичная и красивая упаковка. Это кремовые румяна. Здесь 9 мл. Также везде заявлено, что cruelty free. Всё, это прям зачёт. Для меня это прям зачёт. И опять же, больше каких-то познавательных знаков я здесь не вижу. Ну что, это второй тон, всего два. Мы уже обсудили оттенка. И здесь вот такой дозатор. Я его тоже уже свочила, но на лицо не наносила. И давайте мы прямо сейчас будем это, собственно, и делать. Смотрите, как красиво свочатся. И они прям такие... Знаете мне, что это напоминает? Они прям такие супер гелевые. Посмотрите, как классно тушуются. И они, кстати, вот уже подсохли. Хоть бы они на лице так быстро не подсыхали, потому что они прямо уже подсохли. Надеюсь, они не будут так быстро засыхать на лице. Но оттенок, кстати, мне очень напоминает мои румяна от Glossier. Вот такие вот. Они даже по цветам вот так выглядят очень похожи. Давайте засвочим. Что мне мешает это сделать прямо сейчас? Так вот, свочек Glossier. И рядом мы его вот так растираем. Посмотрите, мне кажется, что даже Vivienne Sabo чуть более пигментированные. Но это, кстати, Vivienne Sabo может встать немножко не туда, куда надо. Но посмотрите, очень похожие оттенки, очень похожие оттенки. Но это я потом уже посравниваю и расскажу вам. Сейчас давайте все это скорее уже наносить на мое лицо. Я заняла очень близкую к вам позицию. И давайте уже начнем с вами тестировать румяна. Я как-то боюсь их прямо наносить сразу на лицо. Да и, в принципе, не очень нормально наносить сразу на лицо. Потому что продукт достаточно пигментированный. И вероятно, что он может как-то что-то сразу осесть. Какая-то есть все-таки. Я взяла на пальчик. Сейчас растушую все это в работу в руку. И теперь беру спонж. У меня вот такой спонжик. Кстати, я его первый раз сейчас буду использовать. Я чуть побольше все-таки нанесла. Потому что как-то на спонж совсем грустно перенеслось. И теперь буду наносить уже, собственно, на щечки. Опять же, я буду вытягивающими такими движениями. Ух, уже сразу появляется оттенок. Я буду тянуть. У меня, собственно, на лице только как раз-таки есть тон и консилер. Я вот такими вот оттягивающими к виску наношу румяна. Посмотрите, какая я миленькая сразу стала. Очень мне нравится оттенок. И смотрите, как хорошо переносится. И у меня проблемы иногда с кремовыми продуктами. Что они могут так подъесть мой тон. Но здесь я, собственно, не вижу этого. И это прям круто. И я рада, что я не взяла 0,1, потому что он как-то мне показался слишком розовым. А два оттенка кремовых, тем более румян, я уж точно не хотела брать. Просто потому что это немножко не самый мой любимый продукт, так скажем. Вау. Посмотрите. Только я как-то зашла немножко на границу с бронзером. Надо тут вот тут шивать. И сейчас еще бронзу тут наносить. Посмотрите, мне кажется, очень даже здорово. Я пойду доделаю макияж и расскажу вам поподробнее уже про румяна. Я доделала макияж лица. И мне очень нравится, как, собственно, все продукты смешались. Это выглядит однородно. И это выглядит красиво. То есть румяна не как-то не выбиваются. И не говорят, типа, я тут отдельно вообще-то. Несмотря на то, что я наносила сухой продукт. И именно бронзер. И... Как-то я напить не очень только с бронзером, мне кажется. Но в любом случае это все так смешалось. И смотрится очень красиво. И мне прям оттенок действительно нравится. И сейчас персиковые именно румяна. Это супер-супер тренд. Так что обратите внимание на эти румяна. Особенно если вы любите кремовые румяна. Они так вот... Они так подсели, знаете. И... Их прям вот уже тяжело будет тушевать. То есть их нужно быстро растушевать. И потом они усядутся. И как-то изменить положение. Вы сможете уже только там тоном как-то подправить. Таким вот образом. Нужно быть чуть-чуть осторожными. Но это в любом случае, мне кажется, плюс. Просто потому, что они не сотрутся с вашего лица. К примеру, румяна-гласье. Они не такие самозакрепляющиеся. Как, к примеру, вот эти от Vivienne Sabo. Но мне кажется, блин, они такие похожие. Ладно, давайте переходим теперь к глазам. Вот таким вот образом выглядит палеточка. Здесь мы видим 4 оттенка. Вот этот, мне кажется, супер спаркл. Такой он прям очень сияющий. Также мы видим вот этот такой холодный растушевочный оттенок. Вот этот мне больше всех манит. Он такой вот синий шиммер. И также розоватый такой шиммер. Я еще не понимаю, доохромит он или нет. Мне кажется, все-таки нет. И давайте теперь мы их сейчас все засвочим. Вот таким образом у меня засвочились оттенки. Мне кажется, очень даже хорошо они засвочились. Прям супер класс. Теперь надо их перенести на... Вот так они, собственно, перенеслись на руку. Но мне кажется, очень даже неплохо для бюджетных теней. Прям так хорошо переносится. Мне пока что нравится. Очень маслянистые такие текстуры. Они очень классно тянутся. Переносится тоже мне очень нравится. Мне нравятся шиммеры. Они прям такие действительно сияют хорошо. Ну, то есть они не прям... Это не прям такие вот прям супер шиммеры. Это скорее, вернее, сатины. Потому что здесь есть какие-то светоотражающие частицы. Я говорю про розовый. Он даже такой персиковый. И про синий. Спарк, потому что здесь такая полупрозрачная база. И имеется как раз-таки россыпь таких блесток. Но, опять же, здесь тоже есть такой вот розоватый оттенок. И холодный классический растушевочный. В принципе, я думаю, гамма подойдет для макияжа, который мы сейчас будем делать. Мы сейчас с вами будем делать двойную стрелку. Для этого я, опять же, возьму сначала карандаш. Опять же, от Vivienne Sabo. Вот тоже он такой вот голубой. Чтобы можно было очертание стрелки, собственно, сначала сделать. И затем уже будем работать с самой палеткой. Где-то 1 третье глаза. И вот отсюда я начинаю выводить такую вот стрелочку. Это все спасибо Наталине. Я прошла у нее курс. И у нее был урок по двойной стрелке. И знаете, мне так понравилось. Поэтому, когда я увидела вот эту палетку, я решила, что да! Да, это, правда, двойная стрелка для меня. Поэтому сегодня делаем двойную стрелку. Сначала я вот такой вот скелет строю. Стрелки свои. А затем уже будем работать с цветом. Здесь очень важно, чтобы стрелки, они как бы получились на одном уровне. Иначе будет грустно. Итак, скелет стрелки я себе построила. Пока что он не самый аккуратный. Но потом мы это все исправим. И далее я как раз таки хочу уже нанести на подвижное веко базу. И, собственно, уже выстроить складку. Чтобы она у нас была какая-то читаемая хотя бы. Нанесу базу. Опять же, почему я не сделаю это до стрелки? И почему-то про нее забыла сегодня. Потом недель забывашек. Нанесу базу. И затем уже буду строить растушевку. Растушевку строить. Ага. Складку закладывать. Буду закладывать складку. Опять же, здесь только один матовый оттенок. И я не считаю, что эта палетка может, в принципе, претендовать на какие-то... Самостоятельные ранги. Так. Я взяла кисточку от Зойлова. Взяла чуть поменьше кисть, чтобы, если что, проработать поплотнее. Это у меня 231-я кисть. И наношу на нее оттенок. Тени-то почти даже не пылят. Представляете? И наносятся, набираются на кисть. Они классно. Так. Стряхнули. И сначала я вот так в складочку. И затем начинаю тушевать вот такими круговыми движениями. Ну, передается. Что-то передается. Ну да. Есть. Есть контакт. Контакт есть. Хорошо тушуются. Не пятнят. И, в принципе, они достойно такой матовый хороший оттенок. Растушевочный. Мне пока что нравится. Мне прям очень нравится матовый. Он прям так мягко тушуется. Теперь я возьму вот такую кисточку плоскую. И буду набирать на нее оттенок уже шиммер. Наш синий, вернее, я думаю, что это прям как сатин. Потому что он не имеет прям каких-то крупных блесток. И, в принципе, он, думаю, не будет как-то слишком залипать. Я просто не хочу цветочек вот этот портить. Я пытаюсь с серединки взять оттенок. Давайте сделаем затест на руке. Как у нас будет он переноситься. Ну, в принципе, неплохо будет переноситься. И теперь я буду уже, собственно, саму стрелку простраивать уже. Как он хорошо переносится. Он прям передается таким же ярким, каким был и в рефиле. Итак, двойная стрелка готова. И последний шаг. Опять же, беру каял тоже от Vivienne Sabo. И просто вот эту линию я пройдусь получше, чтобы она как-то просматривалась посильнее. Не бойтесь, я ее сейчас растушую. Это будет выглядеть адекватно. Возьму кисть также плоскую, просто чуть потолще, чтобы у нас растушевка здесь немножко получилась. И прям вот оттягиваю. Оттягиваю. Вернее, я даже не растушевываю, я просто его вытягиваю. Сейчас мы будем использовать вот этот сатин розовый. Какой он красивый. И я буду его наносить на подвижное веко. Какая пигментация, друзья. Какой он яркий. Нужно мне прям потушевывать тогда пальчиком. Он прям какой-то ядерный, яркий. Но пигментация, тушевка, я не знаю. Шикарная палетка на самом деле. Я теперь возьму еще кисточку пустую. А, нет, лучше наоборот взять не пустую кисточку, а как раз таки, где у нас был коричневый, чтобы я в кожу, вернее, в эту тушевку увела. Как вам показать, чтобы было видно. Чтобы он так буквально незаметно таким смотрелся. Я вообще в восторге. Это что? Это вы хотите сказать, что так классно бюджетные тени ложатся? Я просто шокирована. Я вот этот спаркл нанесу. Я его хочу чуть-чуть в самое начало века еще добавить. Я не хочу добавлять именно в уголок. Я хочу прям вот в самое начало, чтобы у нас тут был небольшой блик. И прям чуть ли не к брови его оттягиваю. Вот. Но я не хочу добавлять сам блик в уголок глаза. Доделала я, собственно, макияж. Вот таким образом все получилось. На самом деле, конечно, можно было сделать и чуть-чуть поаккуратнее. Но все, руки откуда растут, так, собственно, и сделала. Надеюсь, все равно обзор получился для вас полным. Давайте подведем с вами выводы, итоги. Я расскажу, какие продукты мне понравились, какие не понравились. На что обратить внимание, на что нет. Начали мы с вами тестирование с вот такого вот блеска. Он называется флёр. И здесь мы видим как раз-таки бабочки. Ну, собственно, и такой вот синий шиммер. Синевато-зеленый шиммер. Мне нравится этот блеск. Он сейчас у меня на губах. Он до сих пор еще не впитался. Я где-то тут час-полтора снимаю. Он имеет вот такой вот блеск красивый. Опять же, мне снова захотелось. И тут опять как в ТикТоке. Он опять тянется, короче, в баночку. В общем, классный блеск. Мне он очень понравился. Еще аромат такой лимонадный. Прям сразу хочется лета, хочется бабочек. В общем, суперская, суперская находка. Я прям буду 100% постоянно пользоваться. Дальше мы тестировали как раз-таки румяна. У меня оттенок 0,2. Это персиковые румяна. Здоровские румяна. Мне они очень понравились. Единственное, что здесь как раз-таки такая пигментация. Уже более, не к самой легкой. Она средняя, даже чуть-чуть сильнее, чем средняя. Потому что они прям быстро закрепляются. И нужно успеть их растушевать. Но опять же, я наносила на спонжи, со спонжа все прекрасно. Прям на лицо я не советую наносить. Потому что, к примеру, румяна от Glossier я спокойно прям наношу на лицо. Могу посидеть, походить. И ничего с ними не случится. Здесь же такого вы не избиваете. Никак не сможете избежать. Просто потому что они уже, собственно, осядут. И у вас, возможно, там точки, пятна какие-то могут появиться. Но сами румяна мне нравятся. Они прям так классно освежают. Они сочетаются и с сухими продуктами. Они прям смешиваются. Потому что, когда они, собственно, закрепляются, у них финиш такой полуматовый. Он не сияющий. Он такой вот реально полуматовый. И это, блин, замечательно. Потому что я не совсем большой фанат слишком сияющих продуктов. Хотя, такой парадокс. Хайлайтеры я просто обожаю. Хотя сегодня я не наносила хайлайтер. Потому что, ну, образ у меня сегодня не позволяет. И последнее, что мы тестировали, это палетку, опять же, 0 в втором оттенке. Классная палетка. Мне она тоже понравилась. Здесь прекрасный матовый оттенок. Он очень здорово тушуется. Здесь также классный синий сатин. Но вот этот розовато-персиковый сатин, он может чуть подзалипать. Я заметила, когда второй глаз красила, что он чуть все-таки может подзалить. Но с ним нужно чуть поосторожней работать и прям равномерно тянуть, чтобы, знаете, вот таких вот всяких ляпов у вас не случалось. Вот этот спаркл шикарный тоже. Мне он очень понравился. Гамма здесь действительно сочетабельная. И ее прям мне хотелось иметь в коллекции. Она у меня есть. И я этому удовольна. Но первая палетка, она, конечно, более повседневная. Я думаю, что качество теней там будет не слишком сильно отличаться. Если хотите взять ее, берите ее, думаю, вы не прогадаете. Но у меня уже нюдовых палеток вот так выше крыши. А что-то интересное хочется, конечно, иметь в коллекции. Тем более это так вдохновляет создавать вот такие творческие, ну, для меня, макияжи. Ну вот я и закончила тестировать новую коллекцию от Vivienne Sabo. Мне хочется верить, что вы нашли для себя как раз-таки здесь те продукты, которые тоже захотели попробовать, захотели протестировать. Если это так, обязательно оставляйте внизу комментарий и напишите, какой продукт вам понравился больше всего, если вы их уже пробовали. Или если не пробовали, то какой хотите протестировать продукт. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока!